Динозавры были огромными, невероятными рептилиями, путешествовавшими по нашей планете миллионы лет назад. Хотя некоторые из них были размером с обычную курицу, например, велоцирапторы, другие же оказались выше жирафов и тяжелее слонов. К моменту, как астероид уничтожил динозавров, некоторые из них достигали поразительных размеров в 40 метров длиной и весили около 70 тонн. Сегодня вы узнаете о самых больших динозаврах, когда-либо населявших нашу планету. Спинозавр – самый большой хищный динозавр Начнем наш список с самого большого хищного динозавра. Если вы думаете, что это тираннозавр Рекс, то вы ошибаетесь. Да, Тирекс – популярный динозавр и некоторое время считался самым большим плотоядным динозавром. Но сегодня титул самого большого хищного динозавра носит спинозавр. Этот ужасающий гигант был самым большим, самым длинным и самым тяжелым плотоядным существом из когда-либо ходивших по Земле. Само название динозавра – спинозаврус – можно перевести как «шипастый ящер» или «ящер с шипом». Динозавр принадлежит к роду тераподовых и обитал на территории нынешней Северной Африки во время мелового периода, примерно от 112 до 97 миллионов лет назад. С момента своего открытия спинозавр был претендентом на звание самого длинного хищного динозавра. Его размер оценивается в 12-16 метров в длину, а вес – около 12 тонн. По некоторым данным, мог достигать даже 15-20 тонн. Если сравнивать с самым большим хищником нашего времени, то белый медведь имеет длину 3 метра, а массу – близкой к 1 тонне. То есть, как минимум, белый медведь в 12 раз легче спинозавра. Первые окаменевшие останки спинозавра были найдены немецким палеонтологом Эрнстом Штромером в 1915 году в Египте. Он подробно описал их и передал музею в Мюнхене, но они были уничтожены во время Второй мировой войны в 1944 году. Несмотря на уничтоженные окаменелости, спинозавр хорошо известен из-за детального их описания, а также окаменелости, которые находят на Африканском континенте. Одной из главных особенностей спинозавра является его парус на спине. Долгое время ученые моделировали, как выглядел спинозавр. Из-за нехватки материала первоначально модели были очень похожими на тирекса. Но в 2014 году международная группа палеонтологов нашла части черепа, скелета и фаланги пальцев динозавра. По новым данным реконструкции, научная общественность склонна считать, что спинозавр придвигался на четырех лапах и много времени находился в воде. В популярной культуре спинозавра вы могли видеть в фильме «Парк юрского периода», где в третьей части саги о динозаврах спинозавр побеждает в поединке тирекса. Кецалькаатль. Самый большой летающий динозавр. Следующим в нашем рейтинге будет самое большое летающее животное всех времен. И это кецалькаатль. Своё название динозавр получил от ацтетского бога, который выглядел как змей с перьями. Сам же летающий динозавр существовал в промежутке между 68 и 65,5 миллионов лет назад. Этот летающий великан был в высоту около 5 метров. Примерно такую высоту имеют самые высокие жирафы. Представьте себе летающий хищник с размером с жирафа. Брр, страшно аж становится. Размах крыльев этого динозавра оценивается в 10-12 метров. По некоторым данным, могут достигать 15 метров. Взрослый кецалькаатль весил около 200-250 килограммов. Напоминаем, что самая большая летающая птица сейчас – это альбатрос. Размах крыльев которого составляет около 3 метров, а вес всего до 15 килограммов. А страус, хоть и весит до 150, все равно как минимум в два раза ниже кецалькаатля. Первые окаменелости кецалькаатля были обнаружены в Техасе, США, в 1971 году американцем Дугласом Лоусоном. Большинство птерозавров, то есть летающих ящеров, охотились на морскую добычу, ловя ее на поверхности воды. Но из-за того, что окаменелости кецалькаатля были найдены внутри континента, а не в прибрежной зоне, ученые решили, что этот кецалькаатль был падальщиком и ел мертвых динозавров, подобно кондору или грифу. Совсем недавно ученые предложили рассматривать кецалькаатля как аистообразных наземных преследователей, которые подбирают мелких животных во время прогулки по суше. Таким образом, кецалькаатль проводил больше времени на суше, чем у воды. Животное размером с кецалькаатля могло поедать жертв размером с маленьких динозавров, подбирая их своими огромными беззубыми челюстями, подобно тому, как аист охотится на полях или болотистых водоемах. Шастазавр. Самый большой водяной динозавр. Первое, что вам следует знать о водяных динозаврах, это то, что их в действительности не существовало. Динозавры были животными, жившими и охотившимися на суше. Конечно, были некоторые динозавры, умевшие плавать. Но ни один из них не проводил большую часть жизни в воде. Кроме, возможно, ранее упомянутого спинозавра. Но над этим до сих пор ученые ведут дискуссии. Однако это не значит, что в эпоху динозавров не было жизни в морях и океанах. Было много водных рептилий. Главное отличие между динозаврами и морскими рептилиями заключается в строении костей таза. У динозавров ноги размещались перпендикулярно к телу, что позволяло им лучше двигаться по суше. Просто следует помнить, что мы не можем называть динозаврами морских рептилий. К морским рептилиям относятся ихтиозавры, плезиозавры, мозазавры и другие. Итак, самой большой водной рептилией во времена динозавров был шастозавр, принадлежавший к роду ихтиозавров. Шастозавр получил свое название от горы Шаста, которая находится в Калифорнии. Там в 1920 году были найдены первые окаменевшие останки этого существа. С течением времени кости находили в Канаде и Китае. Шастозавр жил в период 237-227 миллионов лет назад, в среднем и позднем триасе. Его длина составляет впечатляющие 21 метр. Например, длина белой акулы, одного из самых больших морских хищников современности, составляет всего 5 метров. То есть шастозавр был как минимум в 4 раза больше. Эта морская рептилия имела интересный способ питания, ведь не имела зубов. Шастозавр всасывал добычу, которую находил в океане, а питался этот хищник главным образом головоногими моллюсками. В 2016 году английский коллекционер Пол де Лассаль обнаружил окаменелость ихтиозавра и, по предварительным исследованиям, размер найденного существа может достигать 25-26 метров, что на несколько метров больше длины шастозавра. Но пока найдена всего одна часть кости челюсти неизвестного ихтиозавра, поэтому научное сообщество пока не готово принять такие результаты. Аргентинозавр. Самый большой динозавр. Итак, мы уже узнали о самом большом летающем динозавре, крупнейшем наземном и морском хищнике. Теперь пришло время узнать о самом большом динозавре, когда-либо ходившем по нашей планете. Определить самого большого динозавра довольно сложно. Возможно, мы даже никогда не узнаем о существовании такого существа. Это объясняется тем, что большинство костей не окаменеет. Часть останется в Земле и никогда не будет найдена или просто будет уничтожена из-за деятельности человека. Кроме того, даже сейчас ученые находят лишь части костей динозавров. И уже на основе сравнительного анализа, математических данных и моделирования пытаются воспроизвести их размеры и вес. Различные методы оценки иногда дают противоречивые результаты, поэтому однозначно назвать крупнейшего динозавра довольно сложно. Но по последним анализам ученых, самым большим динозавром считается аргентинозавр. Первые окаменелости аргентинозавра были обнаружены в 1987 году в Аргентине на ранче местного фермера, который решил, что это кусок окаменевшего дерева. В 1989 году под руководством аргентинского палеонтолога Хосе Бонапарте начались научные раскопки. Таким образом, группой местных палеонтологов было найдено несколько задних позвонков, часть крестцовой кости и бедренная кость. Аргентинские палеонтологи Хосе Бонапарте и Родольфо Корио опубликовали научную статью о новом динозавре в 1993 году и дали ему название «Аргентинозавр», что означает «аргентинский ящер». Кстати, примерно в 1993 году вышла первая часть фильма «Парк юрского периода». Из-за малого количества костей ученые до сих пор спорят о размерах аргентинозавра. По разным методикам его длина может достигать от 27 до 40 метров. Последние критические сравнения 2019 года, проведенные американским исследователем Грегори Полом, указывают на длину в 35 метров. Эта длина равна шести взрослым слонам или длине целого самолета Боинг-737. Масса аргентинозавра также постоянно подвергалась новым критическим оценкам. В 1994 году Грегори Пол оценил массу аргентинозавра в 100 тонн, но через два десятилетия просмотрел свои результаты и считает, что динозавр весил 65-75 тонн. В 2020 году канадские ученые Кампионы и Эванс в независимом исследовании подтвердили результаты пола. По их данным, вес аргентинозавра составляет 75 тонн. Это примерно вес 13 слонов или двух самолетов Боинг-737. За звание крупнейшего динозавра также соревнуются и другие завроподы. Например, по некоторым данным, потаготитан, который был найден в 2014 году и описан в 2017, может быть на несколько метров длиннее, но легче аргентинозавра. Кроме этого, существует еще несколько небольших костей окаменелостей, которые позволяют предположить о существовании динозавров еще больших размеров. Интересный случай произошел с марапунизавром, который ранее назывался амфицелий. Иногда он оценивается как самый большой динозавр. Этот вид был описан в далеком 1788 году американским зоологом Эдвардом Коупом. Всего была найдена одна окаменелость части позвонка динозавра, которая имела длину полтора метра. По исследованиям, полный позвонок мог иметь длину 2,7 метра. Со временем эта кость была утеряна, уничтожена или просто раскрошилась. Остались только рисунки кости, описанные Эдвардом Коупом. Ученые разделились на два лагеря. Одни верят в исследование и существование кости марапунизавра, другие считают это фикцией. Но если бы марапунизавр существовал, он был бы величайшим динозавром на планете. По рисункам и заметкам Коупа современные модели ученых утверждают, что марапунизавр имел длину 58 метров и вес 150 тонн. По этим показателям марапунизавр мог сравниться или даже превзойти крупнейшее животное за всю историю Земли – синего кита. Хотя, стоит отметить, что отсутствие костей, точной документации и качественных измерений делает несправедливым назвать это существо самым большим в истории. Только что вы узнали о самых больших динозаврах, которые существовали на нашей планете. Как считаете, смогут ли ученые найти еще больших доисторических существ? До новых встреч на канале Фактограф!